День памяти великомученика Георгия Победоносца для жителей Краснодара всегда радостный и праздничный день. И это не случайно святой воин очень почитаем во всем христианском мире, а храм его имени особо любим жителями Кубанской земли. К тому же литургию в престольный праздник церкви неизменно возглавляет правящий архиерей, митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор. Множество народа и в этот раз собралось на праздничную службу. Чтобы почтить праздник молитвой на Божественной Литургии, некоторым верующим приходится даже отпрашиваться с работы. Сон духовенства из разных, в том числе и довольно отдаленных от центра уголков епархии, сослужили владыке Исидору. В ходе литургии владыка совершил награждение некоторых священнослужителей Екатеринодарской и Кубанской епархии за усердное служение Церкви Христовой. Георгиевскому храму Краснодара в ноябре исполнится 111 лет. Его строительство началось в Краснодаре, а тогда еще Екатеринодаре, в 1895 году и длилось 8 лет. В ту пору храм должен был выполнять функции подворья Балаклавского Свято-Георгиевского мужского монастыря, что находится в Крыму. Самостоятельным храмом он стал позже. Его замысловатая архитектура и по сей день привлекает внимание. Стены Георгиевской церкви видели и Гражданскую войну, и Великую Отечественную. Они являются немыми свидетелями гонений на церковь и обновленческого движения. Но, что удивительно, Георгиевский храм – единственный в городе, где не переставали совершаться богослужения. Не позволил великомученик Георгий закрыть свою церковь. В советские годы верующие со всего города и даже пригородов ездили сюда на службы. Последние несколько лет здесь ведутся ремонтные и реставрационные работы. Основная часть из них уже завершена. Значительно поновлен иконостас. Недавно была начата роспись стен храма. Вот такие строго канонические фрески на библейские и евангельские сюжеты теперь будут украшать стены Георгиевской церкви. И не просто украшать. Икона – это Евангелие в красках. Она призвана возводить ум и сердце человека в горний мир. Неотъемлемая и, наверное, самая любимая многими часть престольного богослужения – крестный ход. Память великомученика Георгия всегда приходится на дни пасхальной Четыридесятницы. Невольно вспоминаются слова из воскресного богослужения. Днесь весна благоухает и новая тварь ликует. Не переставая звучали пасхальные песнопения – многочисленное «Христос воскресе!». Для храма во имя великомученика и победоносца Георгия это была воистину сугубая Пасха. Редактор субтитров А.Семкин